Здравствуйте, судебные приставы к вашим соседям. Дверь откройте, пожалуйста. Приставы ранние и не совсем долгожданные гости. В ходе рейда в понедельник сотрудники службы наведались к должникам по алиментам. Разъехались такие команды в самые разные районы города. Должника мало застать дома, его нужно найти. Как правило, родственники и близкие неплательщиков прикрывают. Данные об их местонахождении не выдают. Не знаете его? Не знаю. Связи с ним вообще никакой не поддерживаете? Не поддерживаю. Давно? Я вам сказала, что я не знаю. Но он здесь проживал. Он здесь проживал. Я его не знаю. Может, сотовый его знаете. Я его не знаю. Я вам повестку в любом случае оставлю. Приходится их искать, опрашивать соседей, оставлять повестки. Даже если должника удалось найти, не все так просто. Иван Сергеевич, вы чего, будете оплачивать алименты? Конечно, буду. Когда? Как заработать? Когда вы заработаете? Справку с места работы получили? Нет. Почему? Не хочу. Иван Сергеевич должен сыну около 50 тысяч рублей. Не платит. Приставы обнаружили у мужчины ноутбук, который можно арестовать. Не мое имущество. Документы предъявите? Я тоже не осел. Я не могу сейчас документы предъявить. Вот предъявите? Нет. Предъявите мне документы? Слушай, друг, хорош снимать, а? Пока документы о праве собственности не будут предоставлены или вещь не выкупят, ноутбук будет у приставов. Должники, есть такая практика, что они начинают все в один голос твердить, что это имущество им не принадлежит, кричат, что предоставят документы. Судебный пристав им такое право дает. Однако зачастую и практически во всех случаях такие документы не предоставляются. Такими документами, в случае, если это мелкомтовая техника, являются гарантийные талоны, где прописывается фамилия, имя владельца, а также ставится его подпись. В судебном порядке должник может потребовать исключения предмета из актописи ареста. Вы со мной поедете? Поедете вы со мной? Одевайтесь. Вы хотите силой с нами поехать? Бумажка! Бумажку я вам достаточно уже оставляла, и вашей бабушке оставляла, и звонила вам. Идите, одевайтесь. Ноутбуком Иван Сергеевич не отделается. Его уже ждут в службе приставов, а затем и в суде, чтобы привлечь к ответственности. Одевайся, ради Бога, и не возникай. Это закон. Должник у нас является неоплачевщиком алиментов злостным. Задолжить его составляет около 50 тысяч рублей. Он не оплачивал алименты в надлежащей форме 2 и более месяцев. И в отношении обык составлен протокол по статье 5.35 Кодекса административных правонарушений. Его мы отвезем в суд. Ему назначат обязательные работы. Если обязательные работы не заставят Ивана Сергеевича платить, и долг будет копиться и впредь, наказание может быть заменено на реальное лишение свободы. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.